Всем привет, с вами Денис Мейджор. Индустрию игр потрясла громкая новость. Майкрософт покупает компанию Bethesda. И теперь понеслись всякие слухи о том, что ж теперь будет. Elder Scrolls 6 станет эксклюзивом бокса и ПК, и не выйдет на пловечки. Что ж теперь делать? Ну и я хочу кратко так прокомментировать это событие. И, в общем, немножко даже успокоить всех. Поехали. Ну и в первую очередь стоит разобраться, а что же конкретно произошло. Итак, компания Майкрософт купила всю компанию Zenimax Media. Это очень важный момент, так как та же Bethesda, название которой у всех на слуху, она входит в компанию Zenimax Media, как и другие студии. Как, например, и Arkane, и Machine Games, разработчики Wolfenstein'а, и id Software, разработчики Doom'а. Ну и, кстати говоря, еще и Tango Gameworks. И чем нам это интересно? Тем, что, например, и от Arkane, и от Tango Gameworks уже запланированы временные эксклюзивы для PlayStation 5. От Arkane это игра Deadloop, а от Tango Gameworks это игра Ghostwire Tokyo. И тут первый вопрос. Окей, если эти игры были запланированы как временные эксклюзивы PlayStation 5, останутся ли они в таком виде? Ну, на самом деле, они могут остаться действительно временными эксклюзивами, поскольку, вообще говоря, договоренность о том, что эта временная эксклюзива была завершена давно, а сделка между Майкрософт и Zenimax Media будет завершена вообще только где-то к концу или к половине следующего года. Майкрософт платит 7,5 миллиардов долларов наликам, но, помимо этого, должны еще соответствующие там разные антимонопольные органы все проконтролировать, чтобы все было честно, чтобы Майкрософт не получилось монополистом, а тут вообще ситуация такая, что они немножко близки к этому, еще Nintendo купят и саму Sony и вообще. Короче говоря, все предыдущие соглашения, по идее, должны выполняться и дальше, так как они были, поэтому, скорее всего, и Ghostwire Tokyo Deadloop окажется временным эксклюзивом PlayStation 5. Ну, именно временным. Ну, вот что касается новых игр, там Elder Scrolls 6 или какого-нибудь нового гипотетического дума Fallout Wolfenstein, то я не думаю, что эти игры будут эксклюзивными Майкрософта, то есть для Xbox и ПК. Я думаю, что они вполне вероятно выйдут и на плоки. Ну, во-первых, зачем терять такой рынок? Но тогда в чем же профит у Майкрософта, спросите вы. Ну, здесь на самом деле все просто. Эти игры, скорее всего, выйдут в Game Pass в первый же день, в день выхода. Это не что-то новое, так уже было, например, с игрой Obsidian The Outer Worlds и еще с игрой Obsidian Grounded, кстати говоря, тоже. Ну, а также Cuphead, Ori and the Will of the Wisps, все эти игры выходили в день выхода на Xbox и на ПК по Game Pass. То есть все подписчики в эти игры могли играть без дополнительной платы в день релиза этих игр. Тогда, как мы знаем, что тот же Cuphead вышел на PlayStation 5. И, в принципе, Майнкрафт, права на которые давно у Майкрософта, он без проблем существует на PlayStation. И более того, тут даже собираются завести VR-версию еще даже на PlayStation 4. И я лично планирую ее купить. Таким образом, Майнкрафт у меня будет уже, наверное, на всех консолях. Как я уже не раз говорил, я лично не поддерживаю политику эксклюзивов. То есть одно дело, когда внутренняя студия компании выпускает игру для консолей этой компании. И другое дело, когда эксклюзивность покупается. Особенно сейчас он вообще дичь, когда у DMC 5 покупается эксклюзивность временная на Ray Tracing для PlayStation 5. Это что вообще за дичь? Я вообще не понимаю, как одна и другая сторона могли прийти к такому соглашению. Типа, давайте сделаем Ray Tracing эксклюзивный. Вы что там вообще обкурили все и в Sony, и в Capcom? У вас вообще башка до каком месте? Ray Tracing у них, блин, эксклюзивный. Но, тем не менее, я не думаю, что Майкрософт начнет творить такую дичь. Скорее всего, нет. Ну, мы не видим примеров подобного. Я думаю, что это просто будет ради геймпасса. И это все равно будет большая разница для конечного потребителя. Ну, или для игроков. Для нас с вами. То есть в день релиза покупать за 5,5 тысяч новые свитки на PlayStation 5. Или играть в них по геймпассу на Xbox или ПК. Считайте сами, как говорится. Учитывая, что за 3300 рублей можно купить подписку Game Pass Ultimate на 3 месяца. И довольно часто встречаются акции, когда за эти же деньги это не 3 месяца, а 6 месяцев. Ну, или вот в данный момент я сейчас смотрю скидки на Озоне 2.200 на 3 месяца. Конечно, подписка это такая вещь, которую нужно постоянно продлять. Но, если вы играете не в одну игру там в год-полгода, а постоянно там смотрите разные игры, интересуетесь крупными новинками, то эта подписка довольно выгодна. Ну, и тем более уже у хейтеров не останется никаких аргументов, что вот, мол, геймпасс это только там для всякой индюшни, а там крупные игры, они проходят мимо геймпасса. Нет, вот, пожалуйста, будут и эти игры по геймпассу, и уже, в принципе, крупные игры есть по геймпассу, и от самой Майкрософта, и в день выхода, между прочим. В целом, вообще, Майкрософт в последнее время ведет себя крайне дружелюбно. То есть, они посят в Твиттере различные вещи о дружбе между геймерами на разных платформах. Там им человек какой-то отвечает в комментах, что, а я вот себе теперь куплю PlayStation 5. Я вот решил, они ему говорят, без проблем, играй в то, что тебе нравится, покупай то, что тебе нравится, то, что я вам, кстати, тоже всегда говорю и всегда рекомендую. Не надо никого там слушать, хейтеров каких-то, кто-то на мозги там капает, вот там фанатики там соберутся. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы вот такое поведение Майкрософт влияло, в том числе и на фанбазу, которая и сейчас формируется вокруг компании, которая была раньше, чтобы люди стали как-то терпимее к предпочтениям друг друга. Это же, ну, как бы серия 1, человек хочет играть в одно, другой человек хочет играть в другое. Людям нравятся разные игры, людям нравятся разные консоли. Это нормально. Ненормально кричать, нет, ты должен думать, как я, любить игры такие, как я люблю играть в то, что я тебе посоветую. И, в принципе, ненормально заставлять людей покупать какую-то железку, чтобы поиграть в определенную игру. Тем более ненормально делать рейтрейсинг эксклюзивный. Это просто какая-то жесть, я вообще не знаю, как до этого можно было додуматься. Просто какое-то абсолютное зло просто, я не знаю. Уже до мелочей таких докопаться, что просто рейтрейсинг. Что дальше у нас теперь будет? Лишний пиксель будет эксклюзивным или что теперь? Лишние цвета, не знаю, дополнительные, там строчки в меню будут эксклюзивные. Бред какой-то вообще. И находятся же люди, которые это еще и защищают. Сейчас, конечно, немало людей есть, которые узнали там эту новость, прочитали и решили, что теперь новые игры от беседки будут полностью эксклюзивными там для Xbox и ПК. И они тебе говорят, да, да, вот там, получите, фанаты PlayStation, вот так вам и надо. Ну, с одной стороны, вот этим озлобленным фанатам PlayStation, которые всем навязывают свою веру, может быть, так и надо. Но действительно лучше давайте просто быть добрее друг к другу. Это просто игры, которые запускаются на просто железках. И в принципе нету особых проблем играть в разные игры, во множество игр, да почти во все игры. Ну, консоли стоят недешево, конечно. Но именно поэтому и хорошо, когда игра какая-то выходит везде. И я уже не раз говорил, что я был бы только рад, если бы игры тоже Nintendo выходили везде. Ну, а почему нет-то? В чем проблема? Почему мне должно быть приятно, что игра на консоли, которая у меня есть, не вышла на консоли, которая есть там, ну, не знаю, у какого-то моего там знакомого или незнакомого? Почему мне должно быть это приятно? Это какое-то извращенное понимание, извращенное чувство. Это неправильно и не должно такого быть. И я очень надеюсь, что Microsoft, покупая все эти студии, они не додумаются до такого бреда. Они не будут пропагандировать эксклюзивность, а просто будет фишка именно в подписке. И все. Ну, я думаю, что будет на самом деле, мы довольно скоро узнаем. И хотелось бы услышать какие-то новые новости о разработке Elder Scrolls 6. Конечно, фиг знает, когда она выйдет. Уже точно на новом поколении. В следующем году, через год, они показали только тизеры, и вообще ничего не понятно. Тизер это тизер, этой серии игры-то толком еще и нет. Может, она разрабатывается там где-то, но показать ее стыдно. И, может быть, и хорошо, что стыдно, а то вам показали Halo Infinite. Лучше бы не показывали, может быть. В любом случае, что мне нравится, это то, что Microsoft сейчас, вот в данном поколении, они действительно делают все для геймеров. И это, как мне кажется, настоящий This is for the Players. Ну, у меня на сегодня все. С вами был Денис Мейджор. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, Буссе и Ютубе. Вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok